МОЛОЧНАЯ ЖЕЛЕЗА Программа «Время говорить». Меня зовут Анна Бережная. И у нас в студии сегодня Владимир Иосифович Апанасевич, профессор Института хирургии Тихоокеанского государственного медицинского университета. Здравствуйте, Владимир Иосифович. Здравствуйте. Наверное, для начала я попрошу вас подвести статистику заболеваемости рака молочной железы в Приморском крае. Ну, сразу скажу, количество женщин, заболевших раком молочной железы, растет. И статистика такая, что рост этот довольно бурный. Могу сказать, что в 2016 году нами было в онкологическом диспансере было зарегистрировано 860 новых женщин, новых случаев заболевания раком молочной железы. Но сразу хочу отметить одну большую разницу с тем, как мы ставили диагнозы рака молочной железы, допустим, еще 10-15 лет назад. Сейчас мы выявляем рак молочной железы, вот 70%, 70,3%. Это первая-вторая стадия. То есть, когда мы гарантированно можем женщине сохранить не только жизнь, но можем сохранить ей и молочную железу, то есть практически без изменений. Мы можем даже ее улучшить, есть и такие варианты. И, в принципе, даже в ряде случаев мы можем сохранить ей возможность иметь после этого детей. Вот так. То есть, я правильно понимаю, сюда же можно отнести и то, что болезнь молодеет, как принято говорить. Да. Так как сегодня есть уже достижения медицинские, которые позволяют это делать, просто определять на ранних стадиях. Совершенно верно. Да, рак молочной железы действительно он молодеет. Но это не полностью, так скажем, он молодеет в том плане, что вот становится, заболевает в более раннем возрасте. Мы стали выявлять в более раннем возрасте, тогда, когда раньше эта диагностика была для нас недоступной. Сейчас появились новые, скажем так, появились новые варианты описания маммограмм. Появились новые аппараты для описания маммографии. Маммография вообще это основной, главный метод для выявления рака молочной железы, для выявления патологии молочной железы у женщин. И маммография, вот в основном цифровая маммография, то, что сейчас, как говорится, находится на пике развития, это тот метод, который считается базовым. Вообще во всем мире практически сейчас цифровые маммографы используются. Но у нас в Приморском крае еще, скажем так, их можно пересчитать по пальцам одной руки. Но тем не менее они есть, и уже есть возможность сходить и сделать обследование. Совершенно верно, они есть. Я не буду говорить, где, но... Кто хочет, тот найдет. Тот, кто хочет, тот найдет. Кто заботится о своем здоровье заранее, занимается профилактикой своего здоровья, он должен это делать. И здесь вот, здесь очень важно, чтобы это была система. Вот понимаете? Вот говорят так. Вот меня женщины часто спрашивают, когда нужно заниматься, когда нужно делать маммографию. В некоторых случаях мы рекомендуем, обычно, стандартно, 40 лет и дальше по один раз в два года. Ну, это стандарт, который принят, как говорится, во всем мире. Но в некоторых случаях, если что-то там мы находим, если есть фактор риска, раз в год. В некоторых случаях, опять-таки, это врач должен решать, мы маммографию можем сделать даже в 30 лет. При определенных условиях. То есть, вот, я очень часто слышу такие вещи, что маммографию не стали делать женщине из-за того, что она пришла, допустим, не в ту фазу месячного менструального цикла. Это, если что-то есть уже в молочной железе, уже не важно, какая фаза. Здесь нужно, это диагностическое мероприятие, его нужно просто делать. И все. Вот так. Вот вы сказали, факторы риска, так называемая группа риска женщин, которым просто необходимо это делать чаще, делать это регулярно. Расскажите, что это за женщина? Ну, вы знаете, на сегодняшний день сложно найти женщину без фактора риска. Вот. Вот я вам просто задам вопрос, маленький вопрос. Сколько сейчас в среднем детей у среднестатистической женщины? Ну, в среднем, наверное, двое. Вот. А вот вспомните, сколько было детей в среднем, ну, 200 лет назад? Рожали до 18 раз. Да, и бывало больше. Да, но не все дети выживали, но практически всех детей как кормили? Грудью. Грудью. То есть у женщины был период, вот этот период был, кормления грудью. На это время ведь отсутствовала менструация, так ведь? То есть количество циклов было от силы, ну, самое максимальное, 150. Сейчас 450. Потом количество детей. Среднее количество еще в 30-х годах 20-го века в Подмосковье 9 детей. Сейчас 1-2. И то хорошо, если кормят там 5-6 месяцев, а то иногда и вообще. То есть, понимаете, молочная железная ткань, это та ткань, которую должен съесть ребенок. Если вдруг этого не происходит, то это поле, на котором может вырасти все, что угодно. Вот так. А физиология женщины за 200 лет не изменилась. Мы стали просто по-другому жить. К слову, вот тогда о помолодении болезни, не могу не спросить. Тогда получается, сегодня мы знаем, что многие молодые девушки отказываются по тем или иным причинам кормить грудью. Так. Есть альтернативы какие-то, не будем говорить хорошие или плохие, они есть. Ну да. Так вот, это ведь тоже, получается, влияет? Конечно, конечно, это влияет. Самое-то главное, молочная железа, кроме того, что она символ женственности, это что? Это, в общем-то, фабрика молока. И вот те же есть клетки, из которых, собственно говоря, и может вырасти рак молочной железы, он не на пустом месте появляется. Их, вообще-то, должен съесть ребенок. Вот так. Все ясно. Все очень просто в этой жизни. Все очень просто, действительно. Остальные факторы риска. Я, например, читала, я не знаю, насколько это так, что жительницы крупных городов гораздо сильнее подвержены раку молочной железы, нежели женщины, живущие где-то за городом, в деревне. Я вам скажу, больше даже уровень образования. И то, женщины с высшим образованием рискуют получить рак молочной железы больше. Я сейчас статистику не скажу, но я точно помню, что риск у них на какие-то проценты отличается. Жители крупных городов, то есть это, как правило, люди, живущие немножко другой жизнью, чем, допустим, в пригороде. Это, естественно, количество родов, количество абортов. Это влияет. Еще. Ожирение. Ожирение. Ну, есть такая фраза расхожая, что 4 лишних килограмма – это еще один работающий яичник. То есть это женские половые гормоны, которые стоят, как говорится, в непосредственной прямой связи с раком молочной железы. То есть даже такое количество килограммов уже является лишним. Ну, скажем, понимаете, это такая поговорка. Ну, вот я поговорку это услышал, но, в общем-то, она довольно образная. Понимаете? Еще. Употребление алкоголя, как ни странно. Табака, курение – то же самое. Не на много, но это увеличивает. Первые роды, возраст. Если мы будем говорить, то на сегодняшний день городская жительница закончила школу. Затем университет школы, вернее, университет, там, бакалавриат, она становится профессионалом. И выход замуж и рождение первого ребенка только после этого. Ведь так? Так. Получается. Но рождение первого ребенка после 30 лет сразу 30% накидываем на то, что увеличивается риск развития рака молочной железы. Я так думаю, что там не только, наверное, молочной железы, а онкологии в целом. Нет. Вот я по онкологии в целом не скажу. Здесь другие. Это самое главное. Нужно смотреть по каждой локализации. Но вот по раку молочной железы это абсолютно однозначно. То есть все-таки своевременность играет здесь очень большую роль? В природе нет пустого места. Понимаете? Если это место не занято чем-то, то что-то должно измениться, что-то его займет. Понимаете, если вовремя не произошла беременность, вовремя не произошло кормление, то скорее всего, вернее, есть вероятность, что на этом месте может появиться что-то очень нехорошее. Не будем говорить. Да, скорее всего, это может быть какая-то форма мастопатии. Это может быть какие-то формы, другие заболевания молочной железы. Не обязательно рак. Но обязательно это что-то может появиться. А это первые звоночки. Ну, своего рода. Да, говорят так. Владимир Иосифович, я думаю, что ведь имеет место быть и генетический фактор. Конечно. Вот сразу хочу сказать, что я студентам говорю так. Вот Анжелина Джоли сделала для диагностики, для генетической диагностики рака молочной железы, наверное, больше, чем все наши профессора вместе взятые. Потому что это публичный человек, который своим примером показал, как надо поступать. У нее действительно, у мамы рак молочной железы, у нее имелась мутация гена BRCA2, если не ошибаюсь. И она поступила так, как положено, то есть сделала подкожную мастектомию, удалила железную ткань, ну, плюс еще там яичники, потому что это ассоциировано между собой. И на этом, как говорится, все дело и закончилось. То есть она обезопасила своих детей, что они останутся сиротами. Вот. Это с одной стороны. Ну и, скажем так, рак молочной железы лечить, это довольно сложная проблема. Вот. Хотя мы на сегодняшний день довольно уверены, первую, вторую стадию, 85-90% мы вылечиваем. Просто, насколько мне известно, я и с онкологами о других разновидностях рака разговаривала, и все говорили в один голос, что смертность-то от рака высока, даже не потому, что его становится все больше и больше, а потому что у нас в стране, например, нет такой привычки вовремя прийти, вовремя провести диагностику, да, и вовремя определить это заболевание. И люди часто приходят уже на тех стадиях, когда, к сожалению, уже специалисты не могут что-либо сделать. А вот, понимаете, для того, чтобы прийти на той стадии, когда можно что-то сделать, вот реально можно сделать, это должна быть стадия, когда еще нет, как говорится, вот этих звоночков, когда нет еще клиники, когда рак не проявляется. Не проявляются так просто. Это называется скринингом, то есть вот эти вот наиболее социально опасные, наиболее социально значимые опухоли, молочная железа, предстательная железа, рак легких, рак ободочной кишки, рак желудка. Это вот те локализации, на которых приходится львиная доля всех злокачественных новообразований, которые, если вовремя они выявлены, в принципе, они неплохо лечатся. Ну, с некоторыми оговорками сразу вспоминаю про некоторые вещи. Вот, они лечатся. Рак молочной железы – это то злокачественное образование, которое не просто лечится, оно вылечивается навсегда. Вот. Вопрос, когда выявить, насколько рано это будет выявлено, понимаете? И вот здесь как раз нужно вовремя проходить маммографию. Я уже говорил, я вот повторюсь, после 40 раз в 2 года обязательно. УЗИ не заменяет, УЗИ – это уточняет диагноз. И вот, допустим, женщина, которая приходит к нам, допустим, на прием до 40 лет, до 35 лет, конечно, у нее имеет смысл делать УЗИ, в первую очередь, потому что там есть еще железистая ткань, мы ее видим, как говорится, лучше. Но потом обязательно маммография. Не просто это, а рентгенологическая. То есть это должна быть или цифровая, или аналоговая маммография. Вот. Ну вот это, наверное, самое главное. И потом очень важно, как будут описывать эти снимки. Вот мы проводим такую работу, постоянную работу среди врачей-рентгенологов, среди врачей ультразвуковой диагностики. Там должно быть обязательно указано, это по категории убирается, не надо забивать, как говорится, голову, но есть. Обязательно указано, то есть, что делать дальше вот с этими снимками. Или можно все успокоиться, или обязательно нужно прийти к специалисту, а может быть даже и взять биопсию. Ну вот здесь таким образом. Вот генетический анализ, да, как мы уже знаем. А вот генетический анализ, да. Здесь вопрос такой. Мы, может быть, не очень хорошо, но знаем, от чего умерли наши мамы, папы, дедушки, бабушки. Если по женской линии были опухоли молочной железы, злокачественные опухоли молочной железы, опухоли яичников, надо сделать генетический анализ на мутацию гена BRCA1, BRCA2. У нас делается в трех местах во Владивостоке. Не буду говорить, где, я не буду, как говорится, давать рекламу, но тот, кто захочет, Тот найдет опять же. Да, гугли вам в помощь. Да, найдут. Вот. Это с одной стороны. С другой стороны, если у кого-то из родственников был рак грудной железы у мужчин, то же самое обязательно нужно сделать генетический анализ. Он редко, один на сто, но он встречается. Да, я хотела об этом вас спросить, что действительно мы как-то забываем здесь про мужскую половину, а ведь эта болезнь распространяется и среди мужчин. Это бывает. Один на сотню, то есть если мы взяли на учет 800, если не ошибаюсь, 60 женщин, значит, считайте, 8-9 случаев рака грудной железы было у мужчин. Все. Я читала, что также женщина может сама определить, элементарно нащупать у себя какие-то образования. Это уже также является сигналом к тому, что стоит обратиться срочно к специалисту. Ну, вы знаете, вот мы столько раз уже проводили по телевидению вот эти вот уроки, каким образом, что надо смотреть. То есть, ну да, надо встать. Это надо, женщина должна делать ежемесячно. Встала перед зеркалом, посмотрела на себя. На молочной железе не должно быть никаких западаний, никаких покраснений, никаких изменений кожи. Все нормально? Нормально. Дальше, левой рукой правую железу, по часовой стрелке пальпируем, никаких должно быть узловых образований. Если что-то появилось, нужно идти к врачу. В конце обязательно ощупываем подмышечные лимфоузлы, ну, это стандарт, то есть нужно посмотреть. И обязательно надавливаем на сосок. Надавили на сосок, выделение, если есть, ну, нужно опять-таки сходить к врачу. Ну, после родов кормления, там, до пяти лет считается это нормой. Если они коричневые или кровянистые, не витти, бежать к врачу. Вот, вот, пожалуй, это вот основное. И это надо делать раз в месяц. Не так это сложно. И зеркала, наверное, у всех есть. Ну, то есть, как вот мы сейчас подтверждаем вместе с вами у нас в студии, что действительно это можно делать дома. Это можно, это нужно делать. Это нужно делать. Это, ну, скажем так, ну, как же не заботиться о себе любимой. Сегодня часто говорят и о том, что многие заболевания, следствия многих заболеваний, это, ну, достаточно некачественные продукты питания, которые мы сегодня употребляем. Ведь много химии, много так называемых ГМО. Вот вы сторонник этой теории, что все-таки некачественные продукты могут спровоцировать онкологию. Ну, вопрос провокационный, прямо скажем. Вот. В отношении ГМО я могу утверждать только в том случае, если были серьезные исследования на эту тему. То есть, таких исследований на сегодняшний день пока не было. Во всяком случае, подтвержденных не было. В отношении того, что мы едим, да, есть такое, есть такие эти самые, есть, то есть, если мы едим больше жиров, конечно. Конечно, конечно, это влияет. Соевый белок. Да, он влияет, ну, скажем так, очень косвенно, очень косвенно. Вот. Наверное, больше даже влияет здесь заместительная гормонотерапия, которую назначают женщинам в качестве, ну, скажем, замены, когда наступает менопауза. Но, с одной стороны, это благо, потому что мы предотвращаем переломы, костные проблемы, переломы костей, остеопороз. Вот. И, но, как правило, эти женщины, если гинекологи назначают, маленький секрет. Они обязательно консультируются с онкологами. И обязательно эти женщины проходят через маммографию. Да очень регулярно, потому что гинекологи за этим очень трепетно следят. И правильно делают. Вот эти женщины у нас под наблюдением. Вероятность развития рака у них повышается, но очень ненамного. Там, по-моему, полпроцента. Но, с другой стороны, получается так, что эти женщины находятся под постоянным присмотром. И если что-то случается, их, как говорится, на самой ранней стадии выявляют. С другой стороны, женщины, у которых поставили импланты. Их сейчас довольно много. Да. Но, я вот был даже немножко шокирован на предпоследнем съезде онкологов-мамологов, вернее, на конгрессе в Сочи. Там было сказано, да, примерно на 2-3% уменьшает риск развития рака молочной железы. За счет того, что уменьшается объем железистой ткани. То есть, за счет давления. Вот. Такая есть статистика. Интересно. Казалось бы, наоборот. Да, вот все думали наоборот. Но, понимаете, вот на сегодняшний день, это статистика, простите, тут был такой доклад, там никуда не попрешь. Еще, еще. Оральные контрацептивы. Но здесь, как говорится, риск, все должно быть в меру. Риск, да, слегка повышается. Но как только женщина прекращает пить контрацептивы, через 5 лет этот риск полностью нивелируется. То есть, она не получает того риска, то есть, организм полностью выходит из этого состояния. Вот так. А рак молочной железы, он все-таки, хотя мы и говорим, что он молодеет, все. Это все-таки удел женщин уже после 45. Поэтому здесь вопросы контрацепции уже не стоят так остро. Поэтому этот 5-летний период успевает проскочить. А вот по поводу раннего начала менструации и позднего начала менопаузы. Тоже читала, что это был риск. Да, это есть. То есть, количество менструальных циклов за жизнь, я вот говорил, что оно становится больше у женщины, современной женщины. Ну, давайте вспомним Евгения Онегина. Маму Татьяны Лариной. Кто эта бабушка в чипце? 36 лет. Попробуйте кого-нибудь, скажите, бабушкой, назовите старушкой кого-нибудь 36 лет. Я посмотрю, что будет. Да, 34-36 лет во многих классических произведениях действительно это уже возраст преклонный считался. Мы просто стали жить дольше. В этом-то и проблема, да. Почему? Это очень неплохо. Нам пора заканчивать, Владимир Иосифович. И мне бы хотелось, чтобы напоследок все-таки мы еще раз призвали наших телезрительниц и телезрителей следить за собой. Давайте проговорим, как часто необходимо проводить элементарные меры предосторожности. В третий раз за программу мы повторяем, что первое, маммография раз в два года после 40 лет. Если есть какие-то проблемы, значит, это делается чаще, но это решает врач. До 40 лет, до 35 лет. Это УЗИ молочных желез. Опять-таки, это решает врач. Ну и вот, пожалуй, все. Но самое главное, если что-то непонятно, проще сходить к врачу. Проще сходить к врачу. И самое главное, женщины должны любить себя. Вот и все. Владимир Иосифович, спасибо большое, что нашли время, пришли сегодня к нам. Спасибо за то, что вы для нас делаете. Спасибо. Всего доброго. Я напоминаю, что это была программа «Время говорить» в студии работы Лана Бережная. Увидимся на восьмом. Субтитры создавал DimaTorzok